Пам-пам! Привет, я Руслан Усачев, и сегодня заключительный выпуск Усачев Today за 2014 год. Пам-пам! Стоп! Вы же не думали, что я дальше продолжу, как обычно, обсуждать новости? Нужно... Сегодня нужно больше новогоднего настроения. Вот, уже лучше. Может, еще немножко? Вот, теперь все. И, стоп, заключительный штрих. А? Ну вот так. Знаете, не хочется подводить прям итоги года, хочется просто вспомнить, что за прошедший год произошло. Потому что было много всего хорошего, много всего плохого. Много не хорошего и не плохого, а никакого. Как Хоббит, например. Пам-пам! Именно в этом году мы с вами узнали ответ на один из самых главных вопросов, который нас мучил многие годы. Как он встретил их маму? 2014 год стал во многом переломным. Изменился сам мировой порядок, понимаете? Я сейчас даже не о политике говорю, а о кое-чем намного более важном. Именно в 2014 году человечество полюбило задницы больше, чем сиськи. Да, друзья, интернет уже никогда не будет прежним. Балом сейчас правит Ким Кардашьян, не Ким Инаж, а староверцем, как я их называю, сичным староверцем. Остается только с тоской вспоминать эту грудастую ушедшую эпоху. Наверное, когда-нибудь и Парфенов снимет на медни про сиськи. Ну а теперь к менее важным новостям, и я это уберу, потому что совершенно неудобно жестикулировать. Пам-пам! Начнем с эпичного начала года, Олимпиада в Сочи. Семь лет наша страна готовилась к ним. Мы все вместе прильнули к экранам телевизоров, чтобы посмотреть масштабную церемонию открытия. Мы все вместе, все единым порывом крикнули. Твою мать, летящий паровоз! И, конечно, мы все вместе радовались победе нашей сборной. Я признаюсь, я был одним из тех, кто до последнего сомневался. Я думал, что не смогут, не хватит сил, подготовки. Максимум четвертое место, однако они очень приятно удивили. От чистого сердца молодцы. А по поводу 40 миллиардов долларов, которые вроде как вложили в облаграживание Сочи, я вот что скажу. Я был недавно в Сочи. Ребята, это того стоит. То есть вообще мне не жалко. Мне вот 40 миллиардов, они как бы наши, а они общие, да, в стране. Как бы и мои тоже. Вот мне их совершенно не жалко, потому что то, что они там сделали с городом, это офигенно. Главное, чтобы теперь это все не разорилось. Пам-пам! Олимпиаду провели идеально. Рейтинг страны в мире на подъеме. Что нужно сделать? Правильно, ввязаться в революцию в соседней стране и забрать себе какой-нибудь полуостров. Да, как бы вы ни хотели, но этот год в истории будет отдавать желто-синими цветами. Я вот прямо сейчас, рассказывая это, уже слышу, как в комментариях под видео начинается хохлосрач. Вообще хохлосрач, это слово так часто упоминают в последний год, что его скорее всего стоит в словаривнести. Я же все-таки надеюсь, что несмотря на огромное количество официальной пропаганды, народы, украинские и русские не будут поссорены на долгие годы и удастся помириться и все наши противоречия решить мирным путем. Я, например, на концерты с Трыкала хожу, налаживаю, так сказать, культурный обмен между народами. Чего и вам желаю. Побольше своей головой думайте и поменьше ненависти. Пам-пам! Ситуация. Крым наш. Выход к Черному морю сохранили. Вроде как все хорошо. Но внезапно санкции, цены на нефть падают, а вместе с ними и рубль. В общем, кризис. Что это такое? Объясняю. Вот раньше вы думали... Слушай, я вот не знаю, а айфон лучше брать 6 или 6 плюс? То есть большой экран клево, но я не понимаю, он нужен мне будет или нет на самом деле. И тут внезапно цены выросли и вы... А знаешь, я подумал, что мой алкотель еще в принципе нормально работает. Конечно, кризисы у нас достаточно часто случаются. Последний был в 2008 году, мировой, который мы вроде как нормально пережили. Сейчас рубль упал намного сильнее, чем 6 лет назад, поэтому на горизонте как-то замаячили воспоминания о черном 98 году. Лично я кризис 98-го спокойно пережил. Я полуребенком. Но вот сейчас я уже вот-вот жду, чтобы мне позвонить мама и скажет... Сынок, ты что грустный такой? Херово тебе, да, сейчас? Херово. Ну, теперь ты узнаешь, какому мне было в 98-м. Вот. Ты что, плачешь сейчас, что ли? Так это, зато Крым твой. Я думал, что стоит упомянуть про лихорадку Эбола, которая поразила человечество. Ну, то есть как, когда умирали от нее сотни африканцев, всем было наплевать. Но как только заболел один белый человек, сразу началась истерика. Обожаю современное общество. Обобщенный образ борца с Эболой даже стал человеком года по версии журнала Тайм. Но нам-то какая разница? Нам в России вообще на это наплевать. Это Россия никак не коснулась. У нас есть другое важное событие, которое реально важное. Вы понимаете, о чем я? Вы понимаете, о чем я? Вы видели, как похудела Пелагея? То есть, серьезно, она килограмм 30 сбросила. Реально, это просто неверо... Я не... Она такая молодец. То есть, главное, позитивная всегда. Заражает всех своим оптимизмом. Вот пример всем женщинам. А вот Эбола эта заморская, это вообще что такое? Кто это разрешил? То есть, Эбола ж никому не нужна, ее бы даже Билан не выбрал. Пам-пам. Да, подожди, Миш, Миш, раз ты позвонил. Ты хочешь меня засунуть в свой выпуск? Да, это итоги года. Обратись к аудитории Усачевшоу. Как твой год прошел? Мой год прошел не особо интересно. Это был довольно проходной год. Но, с другой стороны, я сам в этом виноват. Поэтому, если вы хотите, дорогие зрители Усачевшоу, чтобы ваш год был интересным и насыщенным, вы должны сами этим заниматься. Такие дела. Вот. Это были золотые слова от мудрого Михаила Кшиштовского. Спасибо, Михаил. Не за что. Пам-пам. Раз уж я делал такое обзорное видео за целый год, то можно немного и перед вами отчитаться за себя. Что я, собственно, делал, что творил, чем занимался в течение целого года. В основном, в 2014 году я бездельничал. Но, все-таки, в начале года были оскорбления чувств верующих. Я попробовал для себя новый, серьезный формат. Я старался интересно рассказывать о чем-то общественно важном. Это был первый блин, но он вышел весьма достойный, я считаю. Да, были некоторые косяки, но, в принципе, я результатом доволен. Летом я немного задонатил, но не в Хардстоун, как обычно, а на исследование бокового амитрофического склероза. Вот эта вот всемирная волна популярности Ice Bucket Challenge меня как бы окатила. И, честно говоря, мне уже страшно от того, какой челлендж может быть популярен в 2015 году. Ну, а половину осени с конца октября до начала декабря я провел в запертии в машине с Даней Киром и Аней. Мы откатали огромный тур. 17 городов посетил стендап без мата. Это было вау. Огромное количество впечатлений. Мне всегда было интересно посмотреть на Россию. Мне интересно было на вас вживую посмотреть. Тысячи людей к нам пришли. Огромное спасибо вам. Заодно я бросил сам себе вызов. Я сказал, Руслан, окей, ты катаешься в туре, но не надо бездельничать. Должен из каждого города снять по одному видео. И я это сделал. Кстати, привет, Даня. И на втором канале у меня все воспоминания стендап-тура без мата теперь лежат. Вот таким мне запомнился 2014 год. В комментариях под видео пишите, что вам запомнилось за прошедший год больше всего. И вообще, серьезно, остановите этот хохлосрач, который там идет с середины этого видео. Напишите, что вас реально волнует, а не о чем вас заставляют беспокоиться политики. Народ славянский, возьмите хохлосрач и оставьте его в 2014. В 2015 с собой не берите, возьмите с собой только приятные и важные воспоминания. Со своей стороны обещаю вас чаще радовать. В новом году будут новые проекты, будет возвращение старых проектов. Я мотивированно работать усердно и плодотворно. И заряда моей энергии должно хватить минимум до конца новогодних праздников. Пам-пам. На этом все. Поздравляю вас с Новым годом. С вами был Руслан Усачев. Увидимся в 2015 году. Ну, если я не траванусь от оливье. Пока.